Эта история началась в 2009 году, когда никому неизвестный японец, ведя затворнический образ жизни, с присущей гению одержимостью работал над системой, которой будет суждено изменить вектор финансового развития, составить конкуренцию централизованной банковской системе и избавить мировое сообщество от ее недостатков. Идея состояла в децентрализованной денежной системе. Это означает, что информация о счетах, сколько на них денег и о том, кому они принадлежат, хранится не в конкретном банковском компьютере, который можно взломать, а ваши деньги похитить, а одновременно на каждом компьютере, подключенном к системе, что исключает возможность влиять на счет, замораживать, арестовывать и похищать средства. Данная система получила название блокчейн и дала жизнь самой первой криптовалюте – биткоин, которая потрясла мир и породила целое поколение миллионеров и миллиардеров. По своей значимости, экономисты сравнивают создание криптовалюты с изобретением интернета. Недаром все чаще они становятся предметом обсуждения среди первых лиц государства. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Ведь она имеет ряд преимуществ над обычными деньгами. Благодаря математическим алгоритмам их количество никогда не превысит 21 миллиона. На нее невозможно повлиять или уничтожить, а главное – она востребована и стремительно дорожает. Первый обмен биткоинов на реальный товар произошел в мае 2010 года. За 10 тысяч биткоинов была куплена пицца. Сегодня, с учетом ростом цены на биткоин, эта пицца стоила бы 30 миллионов долларов. В 2010 году биткоин стоит 2,5 цента, в 2014 году биткоин стоил 400 долларов, а в 2017 году взлетает до 3000 долларов. Криптовалюты становятся объектом внимания на всех биржах мира, как беспроигрышный предмет инвестирования. А между тем, Сатоши запустил целую эпоху криптовалют, где каждая имеет свои принципиальные особенности добычи, владения и покупки. Однако, при всех ошеломительных качествах у мира криптовалют остался один существенный недостаток. Он был совершенно недружелюбен с пользователем. До настоящего времени это был единственный фактор, который сдерживал ее распространение в широкие массы. Существовало несколько попыток создать интуитивный интерфейс, пока не появился мультиплатформенный сервер.